Подробнее о том, как прошел праздник Дружбы Чуваши и Ульяновской области, мы расскажем завтра в программе «Республика». Великая Отечественная война закончилась 70 лет назад, но памятники героям сражений все еще устанавливают в разных уголках нашей Родины. В Батревском районе установили вертолет Ми-2. В рамках рабочей поездки Михаил Игнатьев побывал на торжественном открытии военного экспоната. Теперь в день воздушного флота России в селе Шигрданы будет где вспомнить односельчан, отдавших свои жизни за единство и целостность нашей страны. На аллее героев в память о них установили вертолет Ми-2, как символ отваги и героизма батаревцев. Сегодня открывается вот этот новом формате мемориальный комплекс. И я благодарен и признателен всем тем жителям села Шигрданы, другим нашим ответственным жителям Чувашской республики за ту инициативу, которые решили создать этот мемориальный комплекс в честь погибших в наших локальных конфликтах, регионах Северного Кавказа, погибших в Афганистане, с одной единственной целью, чтобы наши дети, молодое поколение, работали, жили в мире и согласии. Вертолет появился в селе благодаря инициативе нашего земляка, героя России Николая Гаврилова. Россия такая страна, как будто она специально сделана для вертолета. Вертолет может сесть на любой площадке, в любом дворе, и поэтому он нашел массовое применение и в мирном, и в военном деле. Этот вертолет является учебной партой для всех вертолетчиков. Он является связистом, спасателем, разведчиком. Он может все. Здесь уже есть монумент сельчанам, павшим на войне, и стелла в память о Минхайдере Вахалитове, погибшем в боях в Афганистане. В планах у героя России установить здесь еще один экспонат – гаубицу М-30. Михаил Игнатьев побывал в Тарханском психоневрологическом интернате. Посмотрел, как живут подопечные, как поддерживают здесь их здоровье. В разговоре с временно исполняющим обязанностей главы участвовали сотрудники интерната и его обитатели. На встрече с жителями в Нарваш-Шагалинском сельском доме культуры были подведены итоги социально-экономического развития района за семь месяцев этого года. И, конечно, поговорили о планах на будущее.